В эфире футбол. Лига Европы УФА. Мы на стадии второго квалификационного раунда. Следим за тем, как возвращается в европейские футбольные соревнования московский футбольный клуб Динамо. Стадион Михаил Месхи. Тбилиси стартует встречу второго отборочного раунда Лиги Европы УФА. Капитан команды и защитник на левом фланге. Следим за атакой динамовцев. Это может быть интересно. Удар поворотом. И мяч уходит очень громко. Мимо цели. Хорошая попытка. Первая. Себастьян Шиманский. И после этого тбилисцы провели еще матч против клуба Чихура. Опасная атака в исполнении хозяев поля. Победили в той встрече со счетом 4-1. Но вот это, кстати, главный бомбардир тбилисского локомотива. Драклиси Хрулидзе забили 16 мячей в прошлом сезоне. И локомотив откатился на последнюю строчку. Но вот сейчас момент. Вот сейчас момент вполне голевой. Дальний удар. И Георгию Мамардашвили пришлось вступать в игру. Удар. Всего один иностранный футболист в составе. Мараканец Имран Улад Умар. 14 номер. Вот он сейчас как раз и наносит удар. Поворотом Антона Шунина. И, в общем, это было опасно. 22 года. Гулад Умару. Абсолютно точно мог бы попасть в вороты. И, в общем, это было опасно. И, в общем, это было опасно. Ковличенко, Нжи, оставляет мяч Николаю. Еще один опасный удар центрального нападающего. В ударе, конечно, Николай, вне всяких сомнений. Дважды уже он мог положить мяч в ворота. Время первого тайма стекло. Компенсированное время. Не назначает арбитр. И дает швисток на перерыв. 0-0. Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УИФА на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси. Локомотив, Динамо Москва, пока 0-0. Отправляемся в раздевалку. Нет, вот сейчас нужно по всем правилам, да, разыграть этот мяч. Они и сделали это. Комментатор матча Роман Трушечки. Динамо с мячом. И вот сейчас Максимилиан Филий получает первую в матче возможность ударить поворотом. До этого он занимался с помощью своим одноклубникам. Динамо, что творит. Сейчас Антон Шунин выручает от еще одного пропущенного неминуемого гола. Ну что ж, динамцам нужно перехватывать инициативу. Здесь, правда, и Шунин, и Ордец. Не знаю, может быть, дело как раз в том самом качестве газона, на который жаловался Кирилл Новиков. Что тут еще можно сказать? Выправдание Ивана Ордеца. Принимает пас, разворачивается. Да, ему навязывают борьбу. Мяч полетел от головы Даниила Фомина. Предельно близко к створворот. Он все-таки над перекладен. Ордец, 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 Ордец. Ордец, 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 Ордец. Ордец, Ордец, Ордец. Ордец, Ордец. Ордец, 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 Ордец. Иван Ордет. Все, к сожалению, конец. Начало и конец. Они были разделены для Московского Динамо в этих Еврокубках всего 95 минутами. Иван Ордет уступает команда Московских Динамо в Дебилити. 1-2. К сожалению. Но это только начало российской истории Еврокубков в этом сезоне. Будем надеяться, что другие команды сыграют успешней. К сожалению. Прощаемся, друзья. Роман Трушкин комментировал. Смотрите футбол. Будьте здоровы.